Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Президент Украины Владимир Зеленский и представители Китайской Народной Республики, генеральный секретарь ЦК, коммунистической партии этой страны Си Цзяньпин, могут встретиться уже в октябре на фоне оживления двусторонних внешнеполитических контактов. Об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалайки, находящийся на одном из важных китайских военно-дипломатических форумах. Александр Чалай отметил, что такая встреча возможна именно благодаря оживлению контактов между Киевом и Пекином. Напомню, что совсем недавно, теперь уже бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулебов встречался с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в Гуанчжоу. До этого времени министры иностранных дел Украины и Китая также провели несколько двусторонних встреч и контактов, а представитель Китайской Народной Республики лишь однажды разговаривал с президентом Украины по телефону. Это единственный такой контакт между Си Цзяньпином и Владимиром Зеленским со времени нападения России на Украину в феврале 2022 года. Впрочем, даже если такая реальная возможность встречи и была, теперь возникает вопрос, насколько она реалистична на фоне той жесткой критики, с которой выступил Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам, когда его попросили прокомментировать китайско-бразильское мирное предложение. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это никакое не китайско-бразильское мирное предложение, а план самой Китайской Народной Республики, которому затем после дипломатических усилий Пекина присоединились в Бразилии. И таким образом критика этого плана, это критика прежде всего не политической позиции президента Бразилии Лулы Игнасио Дасильвы, а председателя Китайской Народной Республики Си Цзяньпина. Как можно предлагать, ничего нас не спросив, эмоционально восклицал Зеленский. А Россия включается и говорит, что поддерживает китайско-бразильскую инициативу. Для чего этот театр? То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите, давайте такую инициативу. Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и в Китае, и в Бразилии. Почему, спрашивал Зеленский у журналистов, вы должны принимать сторону России и быть где-то посередине? Почему вы должны быть где-то посередине? Что это за взгляд? Посередине чего? Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить русских, должны показать, что вы сильные страны. Эти эмоциональные заявления Владимира Зеленского отражают общий и достаточно утопический взгляд, распространенный в Киеве, связанный с тем, что руководство Китайской Народной Республики, если бы хотело, то могло бы оказать такое влияние на российского президента Владимира Путина, которое заставило бы его прекратить войну с Украиной. Между тем, на самом деле, у председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, как, впрочем, и у президента Бразилии Лула Игнасио да Сильвы, просто нет таких возможностей. Безусловно, Россия является важным партнером Китайской Народной Республики с точки зрения общего противостояния Соединенным Штатам и другим западным сталам. С точки зрения схватки демократии и диктатур, свидетелями которых все мы есть в современном мире. Но, вместе с тем, очень трудно утверждать, что Пекин может диктовать Москве с ее ядерным арсеналом, столь важным для безопасности самого коммунистического Китая, какие-либо жесткие условия относительно действий, которые предпринимает Москва на постсоветском пространстве. Традиционно считающимся в Китайской Народной Республике естественной сферой российского влияния. И, таким образом, реальных возможностей принудить Путина что-либо сделать у Си Цзяньпина, попросту говоря, никогда не было и нет. А председатель Китайской Народной Республики вынужден это тщательно скрывать за так называемыми мирными планами. Поэтому, даже если представить себе, что Владимир Зеленский действительно встретится с Си Цзяньпином, эта встреча, как и многие другие контакты украинского президента с руководителями стран глобального юга, не принесет Украине ничего, кроме возможности сделать красивую совместную фотографию украинского президента с председателем Китайской Народной Республики. А вот для Си Цзяньпина такая встреча будет действительно важной, если представитель КНР согласится на подобный контакт после эмоциональных заявлений Владимира Зеленского. Важный хотя бы потому, что когда президент Украины встречается с кем-либо из лидеров, поддерживающих экономические и политические отношения с Российской Федерацией, это легитимизирует их контакты и позволяет объяснить, почему через два с половиной года большой войны России против Украины они все еще сотрудничают с Россией в области экономики, помогая таким образом России уходить от закодных санкций и продолжать милитаризацию собственной экономики. Такие встречи с Владимиром Зеленским уже плодотворно для собственной позиции использовал президент Турции Реджеп Таипердоган, всегда объяснявший, что если он не будет продолжать взаимовыгодного экономического сотрудничества с Российской Федерацией, он не сможет стать посредником в чувствительных для Украины вопросах, таких, например, как заключение той же самой зерновой сделки. Совсем недавно своим визитом в Киев для легитимизации отношений с Российской Федерацией воспользовался другой политик из БРИКС, премьер-министр Индии Наренд Рамоди. И вполне возможно, что и представитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь присмотрелся к этим маневрам своих коллег. И если в Китае действительно опасаются санкционной политики Запада, которая могла бы поставить под сомнение дальнейший рост китайской экономики и создать проблемы для тех китайских фирм, которые плодотворно сотрудничают с Российской Федерацией и помогают в выживании ее военно-промышленного комплекса, а в Вашингтоне все громче говорят, что именно китайская поддержка помогает Москве избегать последствий западных санкций и рассчитывать на многолетнее продолжение войны с Украиной, то в этом случае, конечно, нужно готовить встречу с президентом Украины. Потому что после этой встречи Си Цзиньпин сможет встать в ту же позу, в которой мы уже видели и президента Турции, и премьер-министра Индии. В позу посредника, которому просто важно сохранять стратегические отношения с Российской Федерацией для того, чтобы содействовать прекращению войны. А то, что Владимир Путин не собирается прекращать эту войну и пользуется всеми этими китайскими, бразильскими, индийскими мирными инициативами для того, чтобы тянуть время и демонстрировать свое миролюбие странам глобального юга, это, разумеется, останется за скобками той встречи, которая могла бы состояться между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Но теперь мы узнаем, насколько эта встреча нужна самому Си Цзиньпину, потому что понятно, что после жесткого заявления украинского президента Китай, если он и думал о каком-либо реальном контакте двух лидеров, должен был бы свернуть эту подготовку на неопределенное время. А вот если Си Цзиньпин действительно хочет избежать новых западных санкций и использовать встречу с Владимиром Зеленским для того, чтобы продолжать свое сотрудничество с Российской Федерацией, то в Пекине предпочтут не замечать заявления украинского президента и просто использовать его представление о дипломатии для продолжения своих контактов с Путиным. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Байме, Кофе и Денателло, которые помогают развести ресурсы, пульс и функции спонсоров в самом Ютубе. Мира вам!